Кадровый голод в дошкольной сфере настиг черепается прямо в канун учебного года. Группы не могли открыться ввиду отсутствия воспитателей. Власти действовали решительно. 10% увеличение зарплаты, прибавка к ней на оздоровление и плюс компенсация за найм жилья. Комплексная реанимация сработала. На 1 сентября было 673 открытых вакансий, сейчас их 279. Причем лишь сотня воспитателей. Компенсация за найм бюджета этого года стоила больше 4 миллионов рублей. Желающих воспользоваться субсидией из молодых педагогов 25 человек. Денег оказалось больше, чем требовалось. Управление образования решили направить остаток на поддержку воспитателей со стажем. Мы сейчас убедились в том, что на сегодняшний день резервы привлечения под такую мотивацию нами по сути дела некоторым образом исчерпан. Те денежные средства, которые выделены, как я понимаю, остаются невостребованными. И предлагается эти денежные средства развернуть на тех людей, которые уже работают. Многие будут работать. Зачем же им продолжать, если мы можем их использовать более эффективно? Если есть возможность помочь хотя бы части, то надо начинать с этой части. На мой взгляд, это решение принимать сейчас необходимо. На сегодняшний день мы можем потерять тех людей, которые добросовестно работают в течение многих лет вот при тех условиях, которые есть на сегодняшний день. На компенсацию наима сейчас претенуют еще около ста человек. На всех денег не хватит. Кто получит доп. поддержку и чье слово станет решающим? Вопрос вызвал жаркие споры. Мнения депутатов разделились на кардинально противоположные. Получается, что мы своими руками создаем прецедент. Прецедент, когда будут выяснения отношений внутри коллектива. Я предлагаю вернуться к этому обсуждению, этой поправки, когда уже будет корректировка бюджета. То есть не раньше сентября. Сегодня я буду голосовать против. Если принимать такое решение, то, наверное, надо изыскивать финансовые ресурсы, что будет удовлетворить полностью потребности, не устраивать там как бы очередь и выбор, кто лучше, кто хуже и так далее. Сначала посчитать реальные затраты, заложить в бюджет, а уже потом принимать решение. Так считают в финансовом управлении. Через месяц городу нужно будет искать средства на повышение зарплат в этой сфере. Мы встанем перед дилеммой, где нам найти те деньги. И вот эти деньги, так называемые замороженные, они будут использованы очень даже прямым назначением. Большинством голосов депутаты приняли решение все-таки вынести предложение управления образования на заседание городской думы. Через неделю парламентарии вновь вернутся к непростому вопросу. Продолжение следует...